В Казанском университете состоялась прямая линия для иностранцев по вопросам поступления и обучения в ВУЗе. Трансляция прошла на нескольких площадках. На сайте ВУЗа, телеканале УниверТВ, Инстаграм, а также в аккаунтах университетского телевидения во Вконтакте, Твич и Ютуб. Все подробности далее. Встреча началась с обсуждения процедуры поступления иностранных граждан в Казанский университет. В этом году приемная кампания стартовала 1 марта. С пошаговой инструкцией процедур подачи документов, сдачи вступительных экзаменов и заселения можно ознакомиться на официальном сайте университета. Есть электронная почта admission.ru, на которую можно писать на всех языках мира, и мы ответим. Есть там номера телефонов тоже, они обозначены на сайте университета, которым можно звонить и узнавать, получать всю информацию. Я советую это многим делать сейчас, пока у нас специалисты не находятся в таком занятом положении, потому что еще пока не так активно сработает приемная комиссия. Но я у вас уверяю, что в июне-июле дозвониться будет гораздо сложнее, поэтому многие вопросы можно отрешивать уже сейчас. Говоря об особенностях поступления в этом году, Тимирхан Алишев напомнил, что теперь у граждан Беларуси расширились возможности для поступления, поскольку тестирование школьников приравняли к ЕГЭ, благодаря чему нет необходимости сдавать дополнительные вступительные экзамены. Также Тимирхан Алишев отметил, что в этом году прием иностранных граждан завершится уже в августе-сентябре. А в целом, я думаю, что все остается так же. Единственное, если в прошлом году мы принимали только в режиме онлайн, в этом году мы будем в режиме онлайн и в режиме оффлайн все-таки принимать. И если не будет кардинальных изменений в эпидемиологической ситуации, я думаю, что у нас будет возможность в том числе организовать и внутренние приемные испытания в режиме оффлайн. Но, тем не менее, они будут и в режиме онлайн в том числе. Задать интересующие вопросы об учебном процессе смогли не только пользователи в соцсетях, но и приглашенные на встречу студенты вуза. У нас было очень важное собрание сегодня. И сотрудники, и руководители каждого отдела работают постоянно с студентами, чтобы они себя чувствовали комфортными. И я думаю, что Казанский федеральный университет создает хорошие условия для студентов, чтобы хорошо учиться. Полную версию прямой линии можно посмотреть на аккаунте телеканала Универ ТВ в YouTube. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.